100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 120. Решим задачу двумя способами. Первый способ. Попробуем нашу функцию выразить через разность x-1. Это можно сделать по-разному. И один из способов это разложить квадратный трехчлен, если получится на множитель. Тогда значение функции в точке x-1 будет равно. Для разложения на множители находим корни. Например, через дискриминант или методом переброски. Или тут проще всего по сумме коэффициентов. Мы видим, что один из корней это единица, а значит второе это 1 вторая. То есть квадратный трехчлен будет иметь вид 2 умножить на x-1 корень. То есть минус 1 вторая. И умножить на x-2 корень. То есть минус 1. То есть в одном месте эту разность мы уже получили. Значит нужно во второй скобке также выделить x-1. Тогда вычтем единицу, но чтобы ничего не изменилось, прибавим единицу. В результате получаем x-1 плюс единица до минус 1 вторая. Будет 1 вторая. И x-1 мы переписываем. Теперь x-1 мы заменим, например, на t. В результате мы получим внешний вид функции в привычном для нас виде. То есть f от t будет равно 2 умножить на t плюс 1 вторая. И все это умножить на t. Ну или можно раскрыть скобки. Окончательно получаем 2t квадрат плюс t. Переходим к тому, что нам нужно было найти. То есть f в точке x плюс 1. Ну и теперь нам нужно подставить x плюс 1 вместо переменной t в нашу функцию. В результате получаем f в точке x плюс 1 будет равно 2 умножить на x плюс 1 в квадрате плюс x плюс 1. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые и окончательно получаем 2x квадрат плюс 5x плюс 3. Второй способ решения. Сразу сделаем замену. То есть разность x-1 заменим на t. Тогда в результате получаем x минус 1 равно t. И сразу отсюда выражаем x. Тогда x будет равен t плюс 1. Подставляем в нашу функцию. Вместо x минус 1 мы подставляем t. Получаем в левой части f от t. А вместо переменной x мы подставляем в правую часть t плюс 1. Получаем 2 умножить на t плюс 1 в квадрате. Минус 3 умножить на t плюс 1 и плюс 1. И теперь нам не обязательно даже упрощать. То есть можно сразу найти значение функции в точке x плюс 1. Для этого нам нужно x плюс 1 подставить вместо переменной t полученную нами функцию. Тогда получаем 2 умножить на x плюс 1. Да еще плюс 1 в скобках у нас оставалось. Минус 3 умножить на x плюс 1 плюс 1 плюс 1. В результате получаем 2 на x плюс 2 в квадрате. Минус 3 на x плюс 2 плюс 1. Раскрываем скобки и приводим подобные слагаемые. Получаем 2x квадрат плюс 5x плюс 3. И в результате мы получили тот же самый ответ. Задача решена. Кому решение понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Продолжение следует...